Здравствуйте, дорогие наши посетители! С вами перед нами наша программа, рубрика «Спроси биолога» и в гостях. Точнее, у нас сегодня на нашей рубрике наш научный сотрудник Анна Валерьевна Шаронова, которая вообще-то работает у нас в отделе фонов. Но сегодня мы говорим про змей, поскольку Анна Валерьевна замечательная специалист по этим делам. Ну, это слишком громко сказано, а гады – это не змей, это земного. Ну, мы говорим о других гадах, которые любят. И говорить мы будем сегодня раз на змеях. В основном, конечно, о змеях, которые живут на территории России, встречаются часто с теми на Москве, поскольку уже вовсюду весна наступила, вошла в свои права. Правда, сегодня похолодание, даже, как говорится, у нас в Москве, по крайней мере, идет дождь, и холодно, плюс шесть, но, тем не менее, я так понимаю, змеи уже в выпусле. Я думаю, что сегодня они попрятались. Попрятались. И такой у меня вопрос. А какие змеи обитают, сколько вообще-то видов обитает у нас змей на территории России? И, в частности, встречается сколько видов в Москве и Подмосковье, то есть в центральной Европейской России? Так, но для начала. На территории России встречается 43 вида змей. Причем, раньше, когда России было больше, этих видов тоже было больше. Но с тех пор, как Россия уменьшилась, кобра и эфа оказались заграничными жителями. У нас они больше не встречаются. Вот так. А на территории Москвы и Подмосковья? Ну, на территории Подмосковья всего-навсего три вида. Это обыкновенный уж, обыкновенная медянка и единственная наша ядовитая змея в Подмосковье, обыкновенная же гадюка. А на территории Москвы и вовсе, ну, с присоединением новой Москвы, может быть, еще окажется, что гадюка и медянка встречаются. Но вообще, они не любят, когда у них ходят по головам. Так что, чаще всего в Москве, да и то в парках, можно встретить ужа. Ну, то есть, теоретически, гадюку можно встретить, но... И ни в коем случае не на асфальте, а где-нибудь в парке. Но это надо очень хорошо сказать. Так, ну, если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте, потому что у меня пока есть вопросы. И, например, такой вопрос, вот поскольку у нас змеи уже выползли, а все-таки как они зимуют, да? Можно ли это назвать в любую гадюшников? Можно. Вполне. Поскольку змеи морозов не любят, но... Уже, впрочем, и медянки делают то же самое, но гадюшник, это, конечно, цвет не всего. Змеи выбирают укромное местечко, это может быть чья-нибудь заброшенная нора, это может быть какая-нибудь трухлявая пень, у которого корни глубоко уходят, но они уже совсем трухлявые. То есть, что-то, благодаря чему можно забраться глубоко под землю, где почва не будет промерзать. И туда бывает, набивается не одна-две змеи, а там сколько места есть, и все окрестные змеи туда сползутся, могут быть, штук 10-20. Вот они там все и будут клубочком дожидаться оттепления. То есть, зимуют они таким вот коллективом? Ну, правда, там в коллективе ссор никаких не бывает, поскольку они при низких температурах впадают в отцепление. Так, у меня есть такой вот вопрос, это как раз такой вот... Ну, а, у нас есть вопросы, блин, даже два вопроса, отлично. Так, нам сейчас зачитает наш оператор Марина. Здравствуйте, на территории Хмао и Янао, кроме гадюки, есть еще ядовитые змеи? Хмао и Янао, это, видимо, ханты-мансийский ортономный округ, и Янао, это, видимо, то, что Якутия, я так понимаю. А, Ямао-менинский округ. А, нет, там, по-моему, там и гадюка-то встречается, так скажем, условно, холодно слишком. За полярный круг гадюка не заходит. Ну, мне кажется, вообще лептилии или амфибии не очень любят, поскольку они клоднокровные животные. Значит, говорят, температура тела очень зависит от температуры окружающей среды, то такое короткое, даже пускай жаркое лето, это все равно не проформит весь год, где-то прятаться и так далее. Так, а второй вопрос у нас? Что делать, если укусила змея? Вот! И вопрос, какая змея? Мы поговорили о разных змеях, но, прежде всего, классика гадюка. И что сделать за то, чтобы не укусила гадюка? Мне кажется, тут надо, что сделать, чтобы вас не укусила гадюка, и что делать, если она вас все-таки укусила? Если вы все-таки уговорили ее кусаться. Если речь идет о гадюке, то... Так, с чего начнем? Чтобы не укусила? Ну, да, что делать, чтобы не укусила, да? Ну, для начала не надо трогать змею руками. Гадюка, змея, абсолютно не агрессивная. Кусается только, если вы ее хватаете или наступили. Поэтому просто старайтесь не лезть к греющейся на солнышке змее, полюбуйтесь ее в издале. Ну, и если вы гуляете в деньгах по зарослам, по заливному лугу, ну, конечно, по густой траве не стоит бегать босиком. Сапоги вас вполне защитят. Ну, или можно просто, если вы грибы ищите, палки шевелить в кусты, они руками туда есть. Ну, или топать посильнее. Но это только к лету относится, осенью уже не будет. А если гадюка вас все-таки укусила? Значит, есть несколько простых правил. Первое. Очень много глупых источников кричат, что надо накладывать жгубь. Ни в коем случае. Вот сначала запомните, чего делать нельзя. Нельзя жгубь накладывать. Ну, вот имеется в виду, вы берете какую-то веревку и перекручиваете чуть выше там или чуть ниже место укуса. Повторю, все это относятся к гадюке, то есть к змеям вот наших средней полосы, наших широт. Если речь идет о Африке или там Туркменской пустыне, там правила будут другие, потому что другие змеи. Значит, нужно как можно быстрее, в течение первых пяти минут от укуса, повыжимать кровь из ранки. Не высасываем? Ну, лучше не высасываем. Вот когда анализы с пальчиками берут, вот выдавливаем, выдавливаем из ранки. Одновременно с этим надо пить побольше жидкости, принять таблетку от аллергии и вызвать скорую пушку. Ну, можно просто винтиком аккуратно дело завязать, но не туго, потому что место укуса будет очень сильно распухать. Еще что нельзя делать при укусах? Вот, кстати говоря, я читала, насколько правду не знаю, что нельзя самим применять и принимать антисыворотку, ой, сыворотку антигюза или антигадюка. Правда. Потому что на нее может возникнуть аллергическая реакция. Причем очень тяжелая, нафилактический шум. Да, поэтому санин, вот кроме как, да, вот того самого там противоаллергического препарата, больше это единственная таблетка, которая будет... Ну, это не таблетка. Противозмененная сыворотка, это не таблетка. Нет, я имею в виду антигистамины. Да, но если очень болит, а болеть будет, ну, можно принять таблеточку там аспирин или аналибин. Так. Чтобы болело поменьше. А, и снимаем все кольца, цепочкой... Да, кстати, если укусила там за палец за руку, то браслеты, колечки надо срочно снять, потому что укушенный палец распухает вдвое. Да, и дальше она будет все это делать? Это будет очень жутко выглядеть. Он будет такого же цвета, как баклажан. Да еще и в цветах побежалости, он может быть такой же формы и величины. Вот, желательно поменьше двигаться. Ну, ты обратиться к врачу. Так, причем на срочке. Ну, я так понимаю, что гадючий яд, он не считается смертельным. Нет, ни в каком случае. За исключением редких каких-то исключений. Так, еще у нас есть вопрос. Медянки больнее кусаются, чем гадюки? И правда ли, что медянки прыгают с деревьев, нападая? Нет, конечно. Во-первых, медянка почти не кусается, у нее нет ядовитых зубов, зубки у нее мелкие, поэтому, если вы ее раздразнили, то есть хватать стали, она может вас цепануть, но это не больно. Ну и тем более, она и по деревьям-то лазить особо не умеет. А уж нападать на человека не будет вообще никакая злия. Хотя, надо сказать, что у меня один раз приснился страшный сон, я собиралась ехать к чувашу, а там были, ну, там много гадюк, я приснился сон, как за мной носились пол-то гадюк, когда тебя пописали. Они хотели познакомиться. А вы, что все бывает наоборот, человек укушенный приходит, я хотела познакомиться. Ну да, вообще. Гадюка не оценили. Ну и надо сказать, что по поводу знакомства у нас еще и не только с гадюками, но даже и с ужом уже уж его тоже, в общем, может укусить. Только у нее, конечно, ядовит измер, а зубы-то у него грязные. Да, еще уж может сперепул отписаться. Вот это самое запоминающее, если подошли, стировать и отмывать, это придется целую неделю. Да, это правда. Я могу сказать, что я в своем детстве, я была юнаткой, мы поехали на, так называемую, зеленую Олимпиаду, увидели ужа, я была маленькой девочкой, обрадовавшись, я схватила эти ужа, он мне обвил руку, и действительно меня обгадил, да. Бонь была такая, что люди от меня вообще шарахались. Мама ругалась, и Эль-Эль меня отмывала. Одежду действительно стирали несколько раз. У меня была рубашка, и, в общем, мне родители сказали, что они по этому поводу думали. Больше я уже его руки не беру, я их смотрю издалека. Так, есть у нас еще вопросы, давайте. Говорят, что ужи после спячки ядовитые, это правда? Обыкновенные? Нет. Есть в тропиках уже, которые, в принципе, ядовитые, они даже не родственники нашему, но обычные уж ядовитым не бывают. Ну, просто надо сказать, что зубы-то грязные, да, вот если он вас покусал, то он может просто занести инфекцию. Зубов они, конечно, не чистят. А вот, кстати говоря, по поводу гадюк, у меня был случай, тоже в моей юности, увидев в подмосковье маленького гадюшонка, мы его радостно свозили. Правда, надо сказать, что тут все-таки где-то какая-то задняя мысль все-таки где-то нас свернула, несмотря на то, что мы были дети очень увлекающиеся, и мы на всякий случай взяли эту гадюшонку не в руки, а палочкой. И привыла от них знакомым биологам. Биологи выскочили из домика, как жаденые, смотрели, какие мы умные дети, в кавычках. И тут выяснилось, что, оказывается, в то время, я это не знала, а гадюшата рождаются гидалитами. Да. Это оказалось... Святая правда. Святая правда. То есть помните, что яд, у змей гадюк накапливаются с возрастом, они становятся все время и вреди. Они прям такие с глубокого детства. Поскольку гадюшонки уже как бы с рождения пора охотятся, кушать хочется. Правда, вот этот вот крохотный длиной с карандаш, он охотится в основном на червяков и жуков, но тем не менее он уже ядовит. Да, вот это помните. Яд. И уже может укусить. Да, в своем детстве. Так, еще вопросы. Даже два, отлично. Могут ли ужи с гадюками скрещиваться? Нет. Единственное, что надо помнить, я один раз видела в жизни гадюк, у которой были похожие ужинные пятна. Единственное, они были не желтого цвета, а такие белесые, то есть светлые, светло-серые. А это точно была гадюка? Да, это была точно гадюка, но в которой, видимо, может быть, у нее была такая вот окраска. Ну, может быть. Но в третий случай. Да, но то есть это не в смеси гадюков с носороком. Гадюки бывают абсолютно черные довольно часто, но в смеси гадюки. А, кстати, мы сейчас с моим вопросом у нас с гадюкой-меланистом. Это черная гадюка. Вот две гадюки из-под Москвы. То есть, если вы видите змею без желтых пятен, для вас это должно быть... Должна быть гадюка. Да, то есть мы ее считаем за гадюкой, если вы не специалист, еще по медианкам. Так, следующий вопрос. У нас в Астрахани есть полозы, они ядовиты, и есть крупные змеи с шахматным рисунком. Что это за змей? Змея с шахматным рисунком? В Астрахани это водяной уш, скорее всего. А степная гадюка? У степной гадюки настолько помный рисунок в виде ромбиков, а шахматным рисунком, как правило, обзывают водяного ужа. Потому что у него действительно на более-менее сероватой оливковой шкуре в шахматном порядке крупные черные пятна. Вот это водяной уш, он не ядовитый. А вот что касается полозов, полозы не ядовиты, но они довольно раздражительны, и кусаются они, в общем-то, по многим поводам. Так что лучше полозы не дают. И вот раз полоз бур, да, если у него территория, он может так и охранять эту активную территорию. Голоза змея такая, со склерным характером. Кстати, кусаются они больно, до крови хорошо еще хоть не дают. Нацикальская в свое время собирается экспедицию в Ростовский заповедник под Рассуд на Дону и в Калмыкию. Да, нас предупреждали, что там есть места, где живут полозы в каких-то там заброшенных домах, зданиях. И будьте осторожны, могут кусать. Ну, если к тебе кто-то без спроса полезен в комнату, то, наверное, тоже. Да, и, наверное, тоже. Я? Так, страшный вопрос. Есть ли у змеи жалка? Да, но частично. А, у меня ужалилась змея. Что, простите? Жалоку, жалоку. И, кстати говоря, действительно, иногда в такой вот, ну, не в научной литературе, как раз, слава богу, иногда же не научно-куляровать, потому что, слава богу, иногда можно встретить вот змеиное жало. Что это змеиное? Представляете, вот как осадок. Да, да, да. То есть змея должна, исходя из этой логики, кусать хвостом. Так. Ну, жало же в хвосте обычно бывает. Ага. Ну, подразумевается, видимо, язык под жалом. Я так понимаю, чаще всего речь идет о языке и, соответственно, жало у змеи. Раздвоенное. На самом деле это просто язык, который, во-первых, исключительно нежный, очень мягенький. Во-вторых, он абсолютно не страшный. И змея высовывает язык, когда принюхивается. Потому что у нас обоняние в носу, а у змеи на языке. То есть она языком нюхает. Нюхает, а щуповый. А еще быть, потому что нету ручек, пальчиков. Потрогай. А очень хочется что-то потрогать. Поэтому, если вас змея лизнула, не надо пугаться. То есть вас это не покусает. Наоборот, это знак доверия, по-моему. Так, а что будет, если змея сама себе прикусит язык? Ну, вообще-то это практически исключено. Потому что язык узенький. А ядовитые зубы у змеи расположены по сторонам челюсти. Вот две вот таких вот, два клыка. То есть язык, как правило, высовывается между ними. Больше того, у гадюковых, у гадюки, у ядовитых змеи, вообще зубы складные. То есть, когда змея пасть закрывает, зубы, как перочиненный ножик, вот так складываются, прижимаются к нему. Кстати, наверное, вот на этой картинке можно, да? Да. Ну, здесь они пасть открыты. Ну, а тем не менее, видите, зубы отодвинуты назад, и они прижимаются к верхнему, да, к верхнему нему. Ну, эти чисто теоретически, конечно, ну, люди тоже в основном язык не кусают, но изредка случаются. То есть, допустим, когда змея кого-то плотает, очень маловероятно, но может быть. Так, ну, а раз мы зашли по вообще о ядовитых змеях, то понятно, что у нас в средней полосе Россия это самый ядовитый зубы, как трогать ее не надо, а вообще самый ядовитый змея в мире. Если мы посмотрим на рейтинг самых ядовитых, если не хотите дети в Африку гулять, а куда лучше не ходить? В Австралию. В Австралии, да, на самом деле это правда. Все это дрель там. Все самые ядовитые животные живут в Австралии. Да, это правда. Из них четыре самых ядовитых в мире змеи. Тогда не поговорим. Ну, я не настолько хороший специалист по тропическим змеям, больше по нашим, но, ну, во-первых, ядовитость и опасность змеи это немножко не одно и то же. Ну, вот смотрите, то есть, если, например, у одной змеи яд очень страшный, но его при укусе выделяется маленькая капелька, а у другой змеи яд в десять раз слабее, но при укусе его выделяется полуветра. Какая змея будет опаснее? Ну, конечно, та, которая дает больше яд. Да. Ну? Ну, мне кажется, и та, и та это как-то плохая. Как-то плохая компания, да. Но, поэтому в, так скажем, десятку самых ядовитых змей она все-таки подсчитывается, скорее, по десятке наиболее опасных змей. И возглавляет этот рейтинг Тайпан. Это австралийская змея, которая мало того, что очень ядовита смерть от укуса может наступить в течение пятнадцати минут, она еще и довольно агрессивна. Австралийские же смертельная змея, ну, ее название такое хорошее, коричневая змея. Так, вот четвертого австралийского я, честно говоря, запамятовала, но также одним из самых опасных и смертоносных змей относится черная мамба, это Африка. В Юго-Восточной Азии, в том числе Индии, это несколько видов крайта, и, кстати, в Индии, если вы читали Киплинга, сказку Рики-Тики-Тайпе, там эту змейку переводчики назвали карайт, маленькая серенькая змейка. Речь идет о так называемом голубом крайте, он действительно серовато-голубоватого цвета, очень мелкий, но яд у него чудовищно опасный и действительно убивает минут за 15-20. Действительно, одна из самых страшных змей. А как же спастись от укуса их? Ну, во-первых, осторожно себя вести, потому что большинство змей кусают только в крайнем случае, это охотничье оружие. А во-вторых, если вдруг такая неприятность случилась в тропиках, то только вызывать скорую медицинскую помощь. Противозмеиная сыворотка единственное, что в таких случаях работает. Ну, боюсь, что если вы залезли далеко в лес, то со скорой помощи будут возьмут... Ну, такие экспедиции обычно имеют при себе врача и противозмеиную сыворотку. Да, ну то есть тогда, в общем-то, сани в лес не ходят, да? То есть только с каким-то там видом, который известен специалист. Самая опасная змея на территории России, и она же относится в десятки самых опасных в мире, это юза. Она же гигантская гадюка. Раньше в этот список еще у нас входили кобра и эфа, но они теперь за рубежом, а юрза по-прежнему он был знаменитым. Ну, насколько я понимаю, юрзы такой же яд, такого же действия, как у гадюки. То есть есть два вида яда, но я разною есть это гемоэтического действия и нервно-паралитического. Он более опасный, это условно, потому что зависит от интенсивности действия. Яд гадюки, это штука, яд дюрзы, прошу прощения, штука страшная. Он как бы, он разрушает кровь, он разрушает эндроциты. То есть человек, как бы у него кровотечения и нет, но крови у него тоже нет, она вся свернулась. И более того, вот эта свернувшаяся кровь пропитывает ткани тела, то есть человек погибает от множественных внутренних кровоизлияний, кровопотея. Причем у дюрзы яда много, очень сильного, и дюрза сама по себе змея крупная и довольно агрессивная, в отличие от нашей очаровательной гадюки. Так что вот. Ну, видите, прям. Да, что бы вы хотели. Говорит про ядовитых змей, чтобы не было страшно. Так, а какая змея самая красивая? Какие змеи вы, Анна Валерьевна, больше всего любите? Какие вам нравятся? Угу, они все красивые. Так. Ну, они все замечательные. Например, габлонская гадюка очень похожа на распешную гусеницу, потому что она короткая, толстая и с очень красивым рисунком. Так. Товарищи, сразу загублите габлонскую гадюку и насладитесь красотой. Да, зеленую мамбу еще рекомендую. Вот. И зеленую плетевидную змею. У нее совершенно потрясающая морда. Там вот такая рысь. А, да-да-да, с таким вот тоненьким мордочкой. И глаза золотые. Глаза золотые, да, это правда. Действительно очень красивая змея, надо сказать. Глаза у них у всех потрясающе красивые. Очень красиво окрашена парагвайская анаконда. Она переливается радужными цветами немножечко. У нее такая спина блестящая и немножко сравненько. Ну, вот уже и жизнь захотелось. Согласитесь. Так, есть ли у нас вопрос? Нет, ну я задам вопрос, что если на человека нападет анаконда как раз? Исключительно. Вопрос некорректный, потому что анаконды на человека не нападают. То есть то, что мы видим во всей интернете или на каких-то сайтах, страшные картинки, там анаконда лежит, там якобы съев человек, так у силуэт лежащего человека, это все враги. Это просто искаженный масштаб. Съела она скорее всего поросенка или кролика, не ядовитая змея, а именно вот анаконды, питоны, удавы. Они, конечно, бывают очень крупные, но даже самым крупным человека не сажать. Поэтому они, если человека сильно-сильно раздражает, они могут либо его цапнуть, как сердитый полос, чувствительно, либо они его могут ударить головой, это будет как боксерский удар, тоже чувствительно, а пытаться человека на него нападить, задушить и съесть этого не бывает. Ну, так же, как, допустим, анаконды, они пытаются съесть слона. Мы великоваты. Мы не добыча. Хотя, как известно, в сказке «Маленький принц» есть замечательный рисунок, который проглотит слона. Мы видим, это был либо очень маленький слон, либо очень большой рудав. Мидгард, например. А так нет, не бывает. Кстати, рекомендую читать замечательного Джеральда Даррелла. Там есть описание взаимодействия, в том числе и со страстной анакондой, первый раз в его жизни, и он, поэтому страшно, эту анаконду боялся. Но ему приходилось ее вытаскивать за хвост из кустов, куда она норовила от него удрать. И каждый раз он думал, что вот теперь-то она, наверное, меня задушит. Но анаконда всякий раз прятала голову, сворачивалась в клубочек и обиженно шипела. Затушить она не ходила? Да, и дохода я ему уговорил. Так она его не задушила. Есть вопрос, Марк. Самая длинная змея? Сетчатый питон и гигантская анаконда делят пальму первенства, потому что и тот, и другая достигают 11,5 метров в длину. Но самые крупные известные экземпляры как раз приблизительно одинаковые длины – 11 метров 60 сантиметров. Но это очень крупные экземпляры, это все равно как человек двухметрового роста. В норме метров 5-6. Ну 5-6 тоже. Ну тоже, да. А вот у меня еще вопрос. Они всю жизнь растут в длину или нет? А сколько живут? Это досконально пока еще не установили, потому что для этого нужно наблюдать за животным. Известно, что в неволе змеи живут, ну как и любые другие почти животные, дольше, чем в дикой природе, потому что в чайности меньше. Но для крупной змеи, в общем-то, 50-60 лет не предел, такие экземпляры встречались. Ну а больше, ну просто трудно установить досконально, потому что придется же, наверное, опрашивать свидетелей, которые помнят, что именно вот эта змея на этом вот месте грелась 50 лет назад. А вот, кстати, вот у меня только что появился вопрос способа там, поскольку я агнитолог, то я знаю, что птицы кольцуют, птицы медят, да, можно повесить там на сейчас спутниковые передачи, это достаточно дорого, можно повесить кольцо. И могу сказать, что да, а можно даже не повесить кольцо, потому что я помню, когда я работала в птицких засеках, там был известный у нас какой-то подобник, небольшой орел, у которого был щербатое крыло. И я достоверно знаю, что ему где-то, мы его впервые видели в 97-м году, а последний раз я его достоверно увидела в 2016-м году, то есть прошло уже около 10 лет, а с учетом того, что еще надо накинуть еще три года, ну как бы половое размножение, то есть способность уже откладывать и размножаться, то есть представить, что это была птица примерно примерно 23 года ему было. И вот такая действительно для многихищная птица, около 20 лет, это нормальный способ жизни. А вот умеет ли рептилий, можно ли змей каким-то образом индивидуально поить? Шкуру покрасить нельзя. Сбрасывать? Да, они ее сбрасывают, получается вот такой вот улыбок под гадюками, да? То есть они не саму кожу прям всю сбрасывают, они сбрасывают твое колесо. Верхний слой, но этого достаточно. К сожалению, пометить гадюрку там не только гадюку. Любую змею пометить можно только, ну, чипировать, как домашних животных. А все остальные, ну, не за что зацепиться. Ни краской метку не поставишь, ни кольцо не наденешь, ни передачи, ну, свапишь. Ну, чипировать, мне тоже кажется сложно, потому что если его чипировала, потом надо же ее отварить, и тогда каким-то образом... Нет, ну, чип может быть не такой, как у наших собачек и мышечек, а с радиопередачек, например. То есть крупную змею чипировать особых проблем нет, мышечную толщу. Но это единственный способ, и пока никому особо в голову не приходило. Может быть, потому что змеи, как правило, никуда далеко не путешествуют. Они достаточно вот так оседлены. У них, так скажем, радиус обитания одной змеи достаточно невелик. Для гадюки это, скажем, ну, метров сто в поперечнике. Прекрасно. Так, есть вопросы? Да. Правда ли, что консументы первого порядка получают больше всего энергии в плане питания? Нет, это не так. Значит, если мы говорим о правиле пирамид, имеется в виду, что каждый последующий потребитель, он усваивает только 10% энергии. Правильно, 10%. Если мы имеем в виду не больше, здесь имеется в виду, что вот эта исходная масса растительности, которая была изначальная энергия, там, сколько там килограмм, она будет уменьшаться с каждым последним переходом на каждый последующий уровень. Нет, это не совсем так. Хотя, действительно, например, если консумент первого порядка это растительный яд, ядный организм, он, его, ну, растения сложнее усваивается, и, конечно, ему приходится родить лучше. Есть еще лучше. Да, это правда. То есть, получается, что вегетарианцы, такие уж совсем вегетарианцы, они в этом плане... Им приходится все время есть, и у них не остается времени и возможности на то, чтобы расти над собой. Да, это правда. В этом плане более выигрышной ситуации всеядных. Хищник еще. Ну, и хищник, но всеядные... Вот они духовно развиваются, но это эффективнее, у них время. И достигают дзен. Но, собственно говоря, когда сытый хищник спит на солнце, что это как и дзен? Да, если вы вспомните... А вегетарианец, сколько и жует, и жует, и жует... Это правда. Бедолад, ну, стоять не можешь. Вот, кстати говоря, да, в случае своей моей кошки, вот кошка моя, у нас дзен-корола достигла максимума. Так. Здравствуйте. Подскажите, дрессировки подаются, змеи, и какие? Вот, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. У меня тоже был такой вопрос, если бы вы его не задали. Отлично. Я хочу завести себе змеек и как куклачок организовать. Куклачок дрессировал кошки. Да, ну, вот у меня будут змеи, кипа, и я стать куклачок. Куклачок вред. В принципе, змеи не дрессируются в полном смысле этого слова. То есть у рептилий недостаточно все-таки хорошо устроенный мозг. Они могут привыкать к человеку, и их поведение можно более-менее предсказать вот в той или иной ситуации. То есть это скорее не вы змею будете дрессировать, а змея вас научит, как она действует в ответ на то или иное ваше действие. А выдрессировать змею, в общем-то, трудно. Ну, можно ее, разве что, вот приучить реагировать на вибрацию. Вот если есть вибрация, значит, кора не будет. Вот это вот самое сложное, пожалуй. Но, в принципе, да, потому что у змей здесь появляется у рептилий кора головного мозга, у амфибии еще не было. Но, тем не менее, надо понимать, что эта кора еще такая примитивная. Гладенькая. Да, гладенькая, и никаких вам извилин, борозд и большого ума тоже не требуется. Ну, и, тем не менее, да, я могу стать таким... Заклинателем змеи. Да, кстати, о заклинателе змеи. Как они достигают такого мастерства, что змея вылезает и начинает под дудочку раскачиваться? Ну, раскачивается она не под дудочку, поскольку дудочку она не слышит. Так что мы сейчас будем делать мифы, представляете? Различие. Если посмотреть, как работает заклинатель, то вы прекрасно увидите, что он и сам вот так раскачивается. Вы прекрасно можете повторить этот опыт с любой почти змеей внимания, которое вы на себя обратили. Ну, при условии, конечно, что она не жаждет от вас удрать немедленно. Например, та же самая гадюка в Подмосковье, или там кобра в террариуме. Если вы будете перед ней вот так вот покачиваться, вы заметите, что кобра тоже чуть-чуть начинает покачиваться. Она просто двигается синхронно, оставаясь как бы в тонусе. Она сидит за, как мне кажется, опасным для нее ареной. И этот объект будет? Да, потому что человек действительно опасен, кто идет живой. Ну и удочка это просто-напросто, как это, как волшебная палочка у иллюзиониста. Кстати, к сожалению, многие эти факиры вообще жулики, потому что когда они работают с ядовитыми змеями, они вырывают у них ядовитые змеи. А это все? А те, которые не жулики, у них очень высокий профессиональный лист и довольно короткая продолжительность жизни в сфере. Как говорится, сапер ошибается один раз. Да, и так как. Поэтому в жуликах, видимо, больше. Ну, да. Так, есть у нас еще вопросы? Нет, вам передают привет из Новосибирска. Спасибо. И здесь Владимир Назаров все предлагает сварить суп с черепахами. Еще он писал про то, что едят змей в некоторых странах. Вот вы пробовали когда-нибудь? Пробовала. Только не в некоторых странах, а в Подмосковье. Жарим угодил. Вот видите, до чего людей доедут. Нет, ну, страсть к экспериментам. Если бедный угодил, то все равно велосипедист уже переехал. Ну, все, ну, что давно не пропадает. Потом было очень интересно попробовать. На самом деле, ничего вкусного. Ну, надо сказать, что мы один раз, я помню, тоже в юности, мы с Дохом гадючей снимали, и он его разделывал, и шпур, и это не очень приятный запах. Ну, это была, скорее всего, подпорченная уже. Ну, не знаю. Но, мне кажется, свежий я бы тоже не стала есть. Но, тем не менее, кстати, используют вот эти все в качестве вот в Юго-Восточной Азии, когда в бутылки с алкоголем пихают змей. Это на закуском. Насколько я об этом знаю? Я думаю, никогда вот такую, как они называются эти напитки, я не очень знаю. Змеевка. Змеевка, да. Ну, надо сказать, что вот меня лично, меня лично, хотя я, честно, не брезгливая, меня вот останавливая змеевка. Меня тоже. Никогда не пила, и как-то меня и не нет. Ну, она стала с потрохами и со всеми делами. Ну, в общем, у меня нет желания это все пробовать. Кроме того, опять-таки, дурят нашего брата. Совсем недавно наша коллега принесла на определение бутылку со змеевкой. Ей было интересно, какую змею туда положили. Причем, это была бутылка из Китая, то есть, вроде бы, все серьезное. Ну, короче говоря, это оказалось в водяной уши, хотя по правилам там должна была быть ковр. Ну, видите, им пропускать. Пить настойку на уже, памятуя, как он пахнет. Как он пахнет, да. Я попробую, как он пахнет, потому что уже слышала. Поэтому, да, поэтому, видите, а вот, кстати, вот эти змеевки, змеи можно еще и загрузить. Нет, они готовятся для красоты и вообще исходно, это, китайская медицина, это настойка считается целебной. Ну, это когда она реально настоящая, настойная на ядовитые змеи, а не на уже. То есть, это действительно определенный фармакологический состав какой-то и оказывает какое-то действие на организм целый. В общем, мы вам не рекомендуем, если вы можете... Экспериментировать точно не надо. Да, отличить настоящую змею от ее... На змеи, кстати, обязательно указывают, если по-честному работать, что вот это вот принимают в определенной дизировке с определенным диагнозом и определенные определенные показания, все как с лекарствами. Вот так. То есть, это не просто для удовольствия. Так, и тогда уже встречный вопрос про змеиный яд, который применяется в детстве. В смысле, какой применяется или как применяется? Да. Какой применяется или как применяется? Ну, применяется яд практически всех ядовитых змей. Ну, потому что они делятся вот на две группы. В соответствии, зависимо от того, что требуется добиться. То есть, какой-то яд оказывает воздействие на нервную систему или там на отделение клеток, а какой-то на кровеносную. По крайней мере, яд кобры и яд гадюки используются. Причем яд гадюк используется в составах местно разогревающих мазей, обезболивающих мазей. То есть, это средство лечения миозитов, ушибов и того подобных вещей. А яд кобры, это более сложные случаи. Там тоже есть, кстати, вот эти обезболивающие мази. Ну, и насколько я помню, яд кобры используется в производстве противопухолевых препаратов. Но это уже фармакология, которую я не очень разбираюсь, поэтому объяснить. Да, то есть, понимаешь, что нас болели, но я говорю, мы все сотрудники музея, мы за редким исключением, у нас есть научный сотрудник, врач, доктор, надеюсь, все-таки мы ее тоже скакуем и придем в букет. А мы все все-таки биологи профессиональные и фармакологи компенсивные, но мы имеем, скорее, такого-то последовательного отношения, ну, поскольку изучаешь свою жизнь хорошо, ну, таким опытом мы не понимаем. Так, вопрос. Правда ли, что змеи могут съесть яйца из гнезд птиц? И могут ли змеи съесть кладку другой змеи? Могут. Более того, есть змеи, которые просто питаются исключительно другими змеями, например, хролевская куба. Это называется герпетофак, то есть змея, которая ест других змеев. Яйца других змей, ну, в общем, в принципе, случаются. Есть змеи, которые питаются яйцами. Кстати, вот у нас тут такая змея, она называется яйцеед. Вот он специализируется исключительно на птичьих яйцах. И вот тут надо, кстати говоря, немного пояснить, почему мы не можем, да, запихнув лампочку ее вытащить обратно, да, и у нас сложности, да, когда они такие крупные, трехметр. А змея может? Просто, во-первых, у змеи верхняя и нижняя челюсти соединены не с уставом, а растяженной связкой. Поэтому, если мы вывихнули челюсть, то это и все, и до скорой помощи мы ни один, ни бене. А у змеи каждый раз, когда она заглатывает добычу, как бы вывихивается челюсть, потом встает на место. То есть у нее челюсти друг от дружки растягиваются, и она может проглотить объект в два-три раза крупнее своей главы. Ну, собственно говоря, вот как она форма. Ну, просто натягивается как пчелочек на этот предмет, а у яйцееда еще и внутри пищевода есть такой консервный нож, то есть отросток позвонка после дни, когда яйцо проталкивается через пищевод, этот отросток с хорошим коном разрезает, и яйцо разбивается, раздавивается. То есть очень удобно, не надо все это не целиком, это яйцо, что с колухой, а оно вот уже и вышивается. Ну, вот такой специфический, который заглатывает яйца целиком, это только эта змея, а все остальные, ну, например, гадюка тоже не побрезгивает козарить гнездо, яйца она просто выпьет. То есть она держит прокус? Конечно, она его просто прокусит и высосит. Ну, если там есть птенчики, ну, там она их скидет. Если голодная. Ну, если эта речь идет о на земле, гнездящихся птицах, потому что яйца, которые гнездятся не на птицах, но на верхху деревьев, а действительно гнездятся на земле, и тогда, да, там есть риск, потому что их не тащат. Единственное, надо тут пояснить, что яйца змей отличаются у птичьих гнездо. Ну, прежде всего, с колухой гнездо. Да, потому что у то, что у скормопа у птичьей, здесь кожа скормопа, у змей, как правило, роговая. То есть кожистая. Кожистая скормопка, то есть она более, менее твердая и немножко такая ерунтовая. Под водой может змея укусить или это миф? Под водой может укусить морская змея. Те змеи, которые водятся вот в наших широтах, в нашей стране, попав в воду, не вписаются, просто потому что они не открывают пасть, они захлебнутся. Они же нормальные, воздуху дышащие легкими животными. А у морских змей, которые приспособились охотиться в воде, есть приспособление, позволяющее укусать, разевать пасть под водой. И морская змея может действительно цапнуть человека, который, допустим, погрузившись в воду, выпутывает ее из рыболотной сети. В общем, везде нельзя заходить. Ну, морские... Если в суши, там в воде тебя угрыжат. Ну, морские змеи вообще долго ядовиты. Но зато они абсолютно недорубивые и в очереди это суши. Ну, то есть есть шансы договориться. Да. Ну, если она вас услышит. Она вас не услышит. Ну, почему? Для нас не таскать ее за хвост, не совать ей палец в рот. Ну, вот, кстати, к вопросу о хвосте змей и прочее. Надо сказать, что есть еще один нюанс, потому что помимо, ну, как знаем, змей без ноги, показывается, помимо змей есть еще и без ноги плящицы. У нас есть такая тут новая плящица, как раз жёлтого цвета, она прямо у нас прикреплена к стене. И вот тогда вопрос возникает. Вот жёлтопузик, он у нас южный вид. Как отличить, что перезнание не змея страшная и ужасная, а вполне себе и безобидный? Ну, относительно безобидный. Очень просто. Так, у змея, значит, то есть многое вещи. Если вам подминивают, значит, это ящерица. Если пялиться не мигая, значит, меня. Дело в том, что у змей всех без исключения сросшиеся прозрачные линии, то есть у них как бы такие прозрачные оболочки, как очки постоянные, но контакт длинный. То есть они не могут моргать, им нечем. А у ящериц нормальные, такие же, как у нас, подвижные линии. Ящерица может закрыть глаза или открыть. Да, и дальше он должен... И моргать. То есть вам надо просто подождать. Ну, я могу еще сказать, что у змеи очень хорошо, чтобы голова обычно выделена, а все-таки у ящерицы без ноги, мы видим так, такой шнурок, плавный, голова, плавный переходит. Ну, это не очень, не самый характерный признак. Например, у песчаных удавчиков, которые на юго-восоке нашей страны спечаются, точно такой же незаметный переход от головы в туловище. Ну, песчаный удавчик, он застрен в морде, потом он чуть-чуть расширяется, как бы, через тягу, и дальше он равномерно толстая колбаска и глазная полка. Заметьте, удавчик – это не ласковое название удава, а это вполне себе биологическое название. Маленький, маленькая змея, но не удав, а удавчик. Да, он прям так, ну, и в литературе описывает, как удавчик, ну, и, соответственно, удав. Так, а удавы, да, у нас есть вопрос. Есть ли змеи, которые живут под землей? Чтобы жить под землей, наверное, нет. Есть змеи, которые прячутся под землей, таких вообще большинство. Ну, там, в развалины, в нору, в трещину, в ущелье. А под землей-то нет, кушать-то нечего, холодно. Вот где надо прятаться со змеей, да? Ну, кстати, да, чем холоднее местность, тем меньше шансов, что там появится змея. Ну, срока-то говоря, в Антарктиде. Ну, из Бричиной там нет. Из Ирландии все стоит, Патрик. У нас гнал змеи, насколько я знаю. Зря он это сделал. Ну, что делать? Зато теперь, когда змеи нет. Ну, много где нет змеи, где нет змеи. На самом деле, да, как мы сейчас выяснили, змеи не так уж спрашены, как будет нормально. Так, ну что же, если у нас есть вопросы еще... Здесь есть комментарии, может быть, вы ответите. Хочу завести в качестве зверушки ласку, когда будет тема для обсуждения. Про ласку? Наверное, про домашних животных вообще можно. Ласка – это проблематично очень. Так, ну, я тоже, я вообще-то, надо сказать, что я, например, я уже не раз повторяю, я противник разведения дома диких животных. Ну, я не знаю, как она, Валерьевна, но я не очень понимаю, зачем-то, потому что чаще всего такое животное, ну, условно, можно было как домашнити, тем-то это раз, а во-вторых, есть проблема, это прежде с кормлением и созданием условий. То есть вы должны организовать наружу ласки каким-то образом, укрытие, да, укрытие, а в крови довольно-таки очень активные змеи, звери. И очень пахучий звери. Да, и надо сказать, что вот у всей этой группы у них достаточно хорошо развитые вот эти нежелеса, которые будут постоянно метить территорию, и вопрос, о чем она смеет. Насколько я помню, я читала исследования, особенно у ласок очень возбудимая нервная система и очень высокий выброс адреналина в стрессовых ситуациях. И у них единственная возможность этот адреналин выжить в детской природе, это либо убегать куда-то интенсивно, либо наоборот нападать, ну, добычу, если. А в неволе они такой возможности лишены, и если ласка будет сильно чем-то напугана или возбуждена в достаточно маленькой клетке, дело может кончиться тем, что она просто умрет от передозы адреналина. Да, ну, либо она будет реализовывать избытка адреналина через ласку, то есть она будет бросаться на ласку. Поэтому, ну, конечно, они милые, все эти замечательные зверики, они ужасно милые. На картине. Да, или там, например, на фотографиях, в видеосюжетах, и, конечно, очень там хочется завести себе там, не знаю, маленькую герой. Но надо помнить, что все это заканчивается обычно либо печально для своего животного, либо печально для золотчика. Нет, ну почему? Если есть возможности образования, можно, но, опять-таки, это все сопряжено с большим количеством затрат, хлопот и времени. Нет, ну, если вы, нет, на тварини от такой спасительной терапии, когда там организовали там, условно говоря, там Центр по спасению Ласк, и там они, мы реализируем, да, и обратно выпускаем декоративную природу, ну, вот. Или, действительно, не зоопарки, вот зоопарки там создаются, ну, не очень вот о государственных зоопарках, серьезных организациях, там работают научные сотрудники, которые специально подбираются рацион, специально подбираются условия для жизни как раз вот этих вот этих вот этих животных. Вы уже запасниваете возможность предоставить клетку нужных размеров. Для того, чтобы Ласке у вас в доме было комфортно, вам придется пожертвовать ей одну комнату. Я боюсь, это будет не маленькая комната. Ну, так. То есть, к сожалению, помещение меньших размеров Ласке будет уже не очень хорошо. А вот если я захочу завести, кстати, о змеи, я захочу завести себе змею. Если я новичок, на кого надо обратить внимание? На... Есть, строго говоря, несколько видов, давно и успешно содержащихся в неволе. Это некоторые питоны тигровые. Ну, правда, тигровый питон славится дурным характером. Мандариновый полос, перевязочный уш, молочная змея, очень красивый ужик. Он похож на ядовитого, раскрашен. Красные, черные и желтые полоски. Ну, в первую очередь, это лучше всего полозы и мелкие удавы. Потому что, во-первых, проще кормить. А кормим мы их понимаем, их первые. Да, кстати, да, живой добычей. Мышами. Кто крупнее? Крысами. Большими? Кроликами. К сожалению, добычу мышленную большинство из них не есть. То есть, у вас должно быть, вы заводите себе целый маленький зоопат, вы заводите себе животное и заводите себе еду животного. То есть, эти мыши должны у вас тоже где-то существовать. Мышлогичи. Проект тоже наоборот. Плюс к этому террариум, который по размеру должен в длину быть в полтора раза больше длины змеи, плюс к этому обязательная ультрафиолетовая подсветка и обогрев, потому что при недостатке освещения солнечного змея болеет по типу витамин D, который синтезируется у нас по действию ультрафиолетового включения. Змеи не исключение. А, кстати говоря, вот еще вспомнила такой момент. Мне в детстве всегда казалось, что змеи, когда смотрел какие-то передачи о животных, да, где-то передачи о животных, вошла в советское время, сейчас это DPC, это Дискавер, пожалуйста, на любой вкус, цвет и так далее. Мне в детстве всегда казалось, что змеи на ощупь соплили. Почему мне такое было, я не знаю. На самом деле, конечно, это не так. Может, потому что они блестят. Да, потому что они блестят. Действительно, многие уверены, что раз он блестит, значит, он должен быть в какой-то сплиске на ощупь, и для того глядить, он потечет между пальцами его свистит. Интересно, почему никто не удивляется, видя там сумочку или туфли, или пояс из змеиной кожи, она такая красивая и на ощупь совсем не мокрая. Ну, наверное, как-то у меня нет таких красивых, я не удивляюсь. Ну, мне тоже нет, но зато я много раз трогала живых змей. Так вот, змея на ощупь совершенно потрясающая, она шелковая, то есть, хорошо переменявшая здоровая змея, очень гладко-шелковистая, то есть, действительно, приятно гладить, а если она перед этим еще и погрелась под лампочкой, она еще и тепленькая приедет. Ну, а так, ну, просто комнатная обычная температура, шелковистый предмет. Так, есть вопрос. Какая змея может задушить человека? Задушить теоретически может любой удав или питон, если он длиннее, ну, скажем, двух-трех метров. Вопрос, зачем ему это понадобится? Питону это не надо. То есть, если вы тренаправленно намотаете змею себе на шею и будете ее пугать при этом и не попытаетесь освободиться, то питон, естественно, перед пугу кольца сожмет не для того, чтобы вас задушить, чтобы с вас не упасть на пол. Уши даже. Вот. И таким образом может вас нечаянно задушить. На практике змеи душат только собственную добычу. То есть, у них нет такого понятия, как вот этот человек мне не нравится, я его задушу. То есть, они душат только собственный ужин. Больше ничего. добычу. Если бы не завтра туристов, то тогда вам это не грозит. Абсолютно. Так, ну что же, есть у нас вопросы. У нас нет вопросов, но надо сказать, что мы с вами уже практически час в эфире, я думаю, что мы будем уже закругляться. Следующий, мы уже будем встречаться после майских праздников предварительно 12 мая. У нас будет следующий эфир. А мы вас благодарим за внимание, спасибо, что вы нас смотрите. Привет и Новосибирску, привет Астрахани, вопросы, да, откуда мы сегодня отвечаем на эти вопросы. И до следующей встречи. Спасибо огромное. С нами сегодня было в эфире Анна Валерьевна Шаронов, старший научный сотрудник отдела фондов. И я надеюсь, что мы как-нибудь еще с фондовиками поговорим. Зачем же в музее собирать такие коллекции фондовых материалов и является любая похлая муха фондовым предметом. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...